Привет, с вами Софья, и вы в моем блоге о нейроиллюстрации. Здесь я рассказываю о своих экспериментах с нейросетями, в частности с Миджорни. Сегодня я не буду рассказывать об иллюстрации, я переметнусь на близкую область, на дизайн. И вместо того, чтобы экспериментировать со мной, хотя я этим тоже занималась, я решила поспрашивать профессионала. Профессионалом будет моя сестра Елизавета Мироедова, которая уже давным-давно занимается дизайном, успешно состоялась в этом и на данный момент работает ВКонтакте. Недавно она сделала очень классный авторский проект с Миджорни, который просто покорил мое сердце. Это алфавит на основе генерации нейросети. Конечно, Лиза не просто попросила с генерированной алфавит и получила сразу все готовые буквы, она зашла с более интересной и художественной стороны и разрабатывала каждую букву отдельно. Это лишь несколько букв, которые я нежно полюбила. И влюбившись не только в буквы, но и в сам проект, я решила поделиться им с вами и спросить у Лизы, как ей пришло в голову, в принципе, генерировать такой контент и насколько может быть полезна Миджорни в дизайне. Я не могу как профессионал заявлять, что да, полезно или нет, поскольку я все-таки по основной своей деятельности иллюстратор. А вот она может, потому что каждый день занимается именно дизайном. Поэтому я позвонила ей в Zoom и поспрашивала, как же она делала свои буквы и где она использует еще МДжей в своей работе. Надеюсь, что вам будет интересно, и я перехожу к интервью с Лизой. Лиза, рада приветствовать тебя в гостях у меня на канале. И я думаю, подписчики тоже рады тебя видеть, потому что новое лицо на канале всегда приятно. Я знаю, что ты много экспериментируешь с нейронками, но не в иллюстрации, а в дизайне. Вот первое, что ты можешь сказать о том, зачем это нужно и где тебе это пригодилось? Ну, я люблю, в принципе, новые технологии и все новое, что появляется. Мне интересно это потестировать, посмотреть, как это можно использовать. И я очень люблю прогресс. Я ленивый человек до определенной степени, как, я думаю, все люди. Ну, про нейросеть я, в принципе, узнала МДжей от тебя, по-моему, насколько я помню. Я пробовала ее сначала в иллюстрации, просто потому что это был более очевидный вариант. Было прикольно попробовать разных художников и иллюстраторов, но потом мне стало интересно, насколько далеко в абстракции может зайти нейросеть. То есть даже не в абстракции, а в абстрактном восприятии знака. Потому что шесть пальцев – это, конечно, здорово, но это уже очевидный ход, это попса, нужно что-то новое. Я попробовала разных художников, потом более реалистичный подход. Затем я попробовала баски и компанию, потому что стало просто интересно посмотреть, насколько абстрактным может быть искусство от нейросети. Опять же, после обучения в Сиглице такие запросы поступают очень часто, и это, в общем-то, главное, чему тебя там вроде как учат. С баски нейросеть справилась отлично. И потом я уже как специалист по графическому дизайну решила, ну-ка, посмотрим, что может нейросеть для дизайна, как она может мне помочь. Опять же, это перекликается с темой абстракции, потому что все-таки восприятие знака и восприятие конкретного человека и его лица тоже в этом есть момент пересечения, какая-то общая конструкция. Я пробовала генерить просто дизайн, ну, дизайн очень посредственный пока что. То, что я видела от нейросети. А что ты пробовала генерировать? Я пробовала плакаты, пробовала этикетки разные для вина, для сидра, пробовала генерить какие-то баннеры, картинки. Ну, сайты, она может, в принципе, неплохо, но в целом, ну, она берет просто клишированные варианты, которых существует миллион, ну, такие тиражные. Может быть, это неплохой вариант для какого-то быстрого заказа, но, с другой стороны, также стоки в помощь это уже есть, и это, ну, ничего особенно не меняет. Потом мне стало интересно пробовать что-то более концептуальное, скажем так, ближе вот к какой-то дизайнерской истории с продумыванием, с каким-то посылом. Я пробовала генерить постеры, и это уже стало ближе. Мне стало интересно, в принципе, пробовать каллиграфию и леттеринг, может быть, какую-то швидовую композицию. Вот тут был провал, потому что, ну, вот слова нейросеть не воспринимает как слова, она воспринимает их просто как направление, как какую-то конструкцию. А потом я подумала, а почему бы не попробовать что-то с отдельной буквы, потому что это устоявшаяся форма, устоявшийся знак. И, может быть, что-то интересное получится, но действительно получилось, правда, не сразу. Слушай, а какие были этапы? Ты сразу начала просто генерировать вот эти крутые буквы, до которых мы еще дойдем. Или у тебя были какие-то сначала как скетч-попытки, какие-то вот, ну, не знаю, эксперименты, или ты сразу вот сделала крутые буквы и подумала, это оно? Конечно, нет. Изначально вообще проект был... Я рассчитывала, что проект будет длиться месяц в таком формате челленджа, чтобы генерить по букве за один день. Но нейросеть справилась быстрее, ну, и я втянулась быстрее, потому что мы как-то нашли все-таки общий язык, и получилось. Сначала, конечно, было тяжело, потому что, как выяснилось, форму знака нейросеть понимает, но она ничего интересного с ней не делает. Вообще сама идея мне пришла из популярного нынче тренда, какой-то кинетической типографики. Опять же, много в 3D таких штук делают. Я подумала, ну, а что бы не попробовать, вдруг получится. И еще у нас были похожие упражнения в университете. Там, конечно, было все гораздо проще, но смысл был такой же. Нужно... Кстати, это про основную задачу этого проекта. Было интересно попробовать форму разрушить, но чтобы она все равно считывалась в той или иной степени. Это получается уже такая прям... Начало абстракции, наверное. Чтобы... Причем осознанной, не шесть пальцев. Сначала нейросеть генерила просто форму, а затем я уже начала ее просить сделать что-то более сложное, непосредственно или напоминающее эту букву, или... Не знаю, просто саму букву разрушенную, какую-то искаженную. Тогда стало интереснее получаться, но все равно. Была как раз та тонкая грань, когда... Или теряется понятность, или слишком очевидный ход. То есть нейросеть просто берет и в лоб тебе... Ну вот тебе буква Н. Ты просил? Вот у тебя окружение для нее. Все красиво, супер, забирай. Классно же. Понятно. А вот какие были сложности в процессе разработки буквы, кроме этого? Ну, может быть, как ты работала с запросом? То есть как ты его структурировала? С чего ты начинала? Чем ты пользовалась? Ну, вот просто чтобы понимать, как вообще этот процесс у тебя шел. Ну, вот это как раз, наверное, интересная история. Опять же, как сам процесс шел с разными буквами. Потому что тоже была задача посмотреть, как на разных формах, как их понимает нейросеть. Изначально я начинала, как я уже сказала, с просто шрифтовых композиций. Потом я перешла просто к буквам. И запрос был очень простой. Не знаю. Сначала я начала просто лоб с алфавита. Какой-то искаженный алфавит, кинетическая типографика. Черно-белая, красивая. Затем я начала усложнять, потому что сама задача состояла как раз в проверке и отработке всех знаков. Дальше я опаратизировала букву. Но результаты были очень однотипные. Как правило, буква взорвалась. Видимо, это самый очевидный ход для нейросети. Как можно разрушить или исказить букву? Давайте ее сломаем. Прямо вот в лоб. Давайте ее на фракталы разобьем. Ну, мне нужно было больше. Поэтому я начала просто придумывать запрос самостоятельно. И под каждую букву подбирать отдельное визуальное решение. И как раз конкретизировать запрос. Может быть, что-то текучее. Может быть, что-то воздушное, легкое. Дым, пар. Уже пошли текстуры. Но это такой момент просто авторский уже. Какой вам результат нужен, такой запрос вы и делаете под каждую картинку. Понятно. Вот мне некоторые буквы прям очень сильно нравятся. Я в них влюблена, потому что они откликаются, ну, наверное, моим каким-то абстрактным экспериментом из прошлого. И ты знаешь, особенно я возлюбила букву, которая сделана из панелек. Как тебе вообще пришло это в голову? Потому что, ну, это настолько откликается, мне кажется, любому человеку, кто когда-либо жил в панельке. И это выглядит так здорово. Как вот оно все сложилось? Это с первого раза получилось, что ты сказала, сделай мне дом панельку? Вот и букву панельку. Или как-то по-другому было? Здесь было даже интереснее, потому что не было конкретного указания на панельке. Было указание киберпанк. Ну и разрушение, что-то такое. По-моему, основной акцент, как всегда, был на разрушениях. Просто там масштабность. Если это камень, то указываешь, что это камень. Здесь был просто взрыв, насколько я помню. Какие-то тоже фрагменты. В общем, киберпанк. Киберпанк получился. Вот то, что было по запросу такого футуризма, чего-то вот именно ассоциативного ряда. То есть для того, чтобы получить определенную стеистику, нужно просто ее описать, как вы ее воспринимаете словами. И вот так и получилось. Могу еще рассказать из интересного, про то, какие буквы получались лучше и легче. Давай. А с какими было прям тяжело, потому что тоже забавная история вышла. Давай. Опять же, я под каждую букву отрабатывала в разном стиле, в разном оформлении. И поэтому в какой-то момент я поняла, что у меня заканчиваются идеи, нужно искать больше. Вот тогда еще в какой-то момент я просто пустила все на самотек и просила нейросети сделать мне что-нибудь. Ну вот разрушенную, деформированную букву. Просто нужно было подобрать еще побольше слов. Хотя можно было, опять же, воспользоваться чат GPT, и можно бы сюда тоже что-нибудь классное бы мне предложила. Из букв больше всего проблем почему-то у нейросети было с симметричными буквами. Типа буквы Т. Вот это просто отдельная боль, потому что она может предложить тебе все, что угодно, но букву Т она прям вот отказывается делать. Или просто буква Т, или ничего. Примерно такая же история была с буквой I. Всякие простые понятные формы, там A, O, Q, вообще. Вот очень легко, миллион вариантов, как захочешь, так и будет. W была самая сложная, U тоже. Ну вот как-то так. Самые очевидные были такие. Еще и смешного. Периодически нейросеть вставляла твердый мягкий знак. Так, видимо, почему-то из кириллицы ей эти буквы больше всего откликались. Как полюбились они ей. Она их генерила просто в любой непонятной ситуации, когда не можешь собрать букву, давай твердый знак. Видимо, твердый знак достаточно непонятный, чтобы быть понятной на сети. Видимо, да. Кстати, буква W мне очень понравилась, как получилось. Она вышла прям как законченный знак. Даже не только как просто буква, а именно как какой-то уже логотип, который можно было бы использовать где-то в какой-то компании. Не знаю, очень здорово вышла. И по стилистике, и по фактуре, и вот по этому написанию. Так что, наверное, все-таки какая-то абстракция на Erosity удается иногда хорошо. Понятно. Да, невозможно отрицать. Иногда она прям очень классные идеи предлагает, но иногда бывает нужно ей помогать, чтобы она предложила классные идеи. Ну, как и при работе с клиентом, как и при работе с дизайнером, с иллюстратором. Это взаимный процесс. Ну да. А вот смотри, как, по-твоему, такие вещи, с такими вещами, вот как ты сделала, да? То есть это 2D, 3D получается, такое псевдо-3D. Ну, как рендер. Да, как рендер. Что можно с этим дальше делать? В принципе, это очень ускоряет работу, если нужно, например, какую-то сделать картинку быстро и не тиражно. То есть это не пойдет куда-нибудь в фирменный стиль, это не пойдет в большой масштабный проект. Но это очень хорошее решение для книжных обложек, для музыкальных обложек, для дизайна соцсетей, для баннеров. Вот как раз для коротких задач, быстрых. Это очень классное решение. И, опять же, для тех же логотипов, для тех же самых логотипов, можно придумать какую-то классную идею, просто вдохновившись нейросетью. Потому что, когда я пробовала, кстати, когда я пробовала нейросетью для логотипов, вот там было прям плохо. Ну, понятно, она берет самое очевидное решение и предлагает тебе для недвижимости домик. Или другой домик. И еще 4 домика. Но какого-то оригинального решения достичь сложно. Здесь она помогает работать со шрифтом. То есть, если у человека уже есть базовые знания, он понимает, что ему нужно вот как-то поизвращаться с буквой W, то, пожалуйста, доизвращение в биджорне самое то. Слушай, а я знаю, что ты работаешь ВКонтакте. По секрету, скажи мне, вы пользуетесь нейронками для оформления вот всяких постов и прочего? Или пока еще только стоки? Пока еще только стоки, но я просто использую в работе, потому что так гораздо быстрее. Например, для удаления фона, ну, для каких-то таких задач, обычно дизайнерских, это очень экономит время, и результат получается, ну, гораздо лучше, чем просто утравить в фотошопе. Ну, иногда, конечно, не очень, но в целом примерно так же, как утравить вручную. Но быстрее? Быстрее, гораздо быстрее. Слушай, скинишь мне тогда инструмент, которым ты пользуешься, если тебе не жалко, для обтравки, чтобы я поделилась с подписчиками. И еще у меня вопрос, я хочу вернуться к твоим прекрасным буквам, потому что, ну, по-моему, это вообще шедевр, и, естественно, у меня там куча, конечно же, мыслей появилась, как у художника, что можно с этим делать. Мне вот было интересно, конкретно ты, как бы хотела развить этот проект? Может быть, там, выйти в объем, может быть, сделать выставку, может быть, сделать какую-то анимацию. То есть ты видишь продолжение этого проекта, или он уже состоялся, и просто ты его выложишь именно на Behance? Вообще, я собиралась пока что следующая точка просто выложить на Behance, но у меня была мысль сделать анимацию, чтобы динамика картинок еще развивалась в видео, но пока что я не нашла подходящего инструмента, потому что есть нейросети, которые анимируют простые картинки или персонажа, но это не то, что мне нужно. Есть нейросети, которые могут сделать 3D-модель по картинке. Это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, я понимаю, что если на весь алфавит я потратила на его создание в сумме 5 дней, на сборку сцены, плюс даже с нейросетью, плюс рендер, уйдет очень много времени, я не уверена, что такие трудозатраты будут оправданы. Поэтому пока я еще думаю, ищу когда-нибудь, я уверена, может быть, завтра, может быть, через пару недель я найду эту нейросеть, которая откликнется моим требованиям, и, может быть, проект получит новое развитие, но пока что, пока что следующая точка просто его оформить и публиковать в песне. Может быть, даже соберусь на выставку, но это тоже пока в перспективе. Понятно, здорово. На самом деле, по-моему, вот как раз-таки такие вещи, какие-то аутентичные, не банальные, они и двигают коллаборацию нейросети с человеком, потому что сколько мы сейчас смотрим этих фотореалистичных картинок, которые просто заполонили всю сеть, это уже становится скучным, и интерес к нейросетям падает. Ну вот ты, как профессионал, как считаешь, насколько важно появление вот такого инструмента в нашей области, в области визуальных коммуникаций? Я считаю, что это огромный шаг, и это прекрасный инструмент, который помогает создавать удивительные работы. Конечно, есть свои минусы, но с другой стороны, как бы, в первую очередь, конечно, главный минус – это авторское право. Это в большей степени касается иллюстрации и картин. Ну, эту историю, я думаю, все уже слышали, не буду повторяться. А для дворцов, для тех, у кого есть уже базовые знания, у кого есть видение, у кого есть концепт, который он хочет реализовать, это огромный шаг вперед, потому что тебе не нужно тратить сколько бы я потратила на создание каждой буквы в отдельности, я даже не знаю, потому что навыки моего 3D-моделирования оставляют желать лучшего, но так это получилось гораздо быстрее. Конечно, с артефактами, возможно, скоро их тоже не будет, я очень надеюсь, но тем не менее, это огромный шаг вперед, поэтому я всей душой рада за использование, за внедрение и за развитие нейросетей, потому что в правильных руках это просто луч света. Волшебная палочка. Волшебная палочка, да, потому что генерить картинки с котиками, это прикольно, все любят. С другой стороны, а почему это плохо? Почему это плохо? Ведь фотошопом сейчас пользуется очень много людей, не все в профессиональных целях, ну и что? Кто-то, может быть, картинку для бабушки делает, ну прикольно же, почему нет, прикольно же. Кто-то хочет генерить 30 вариантов портретов котиков в разных стилях, тоже круто ведь. Ну, для его задачи это подходит отлично. Вопрос остается единственным по авторскому праву, но я думаю, что юристы тоже скоро с этим разберутся и разрегулируют этот спор. Да, я думаю, что уже мы близки к этому. А не боишься ли ты, это главный вопрос моего блога по нейросетям, что мы с тобой в скором времени вообще лишимся работы, и нейросети забьют последний гвоздь в могилу дизайнеров, иллюстраторов, художников и вообще всех творцов от музыканта до писателя? Я не боюсь. Ну, во-первых, я оптимист, скажу сразу, а во-вторых, все равно это всего лишь инструмент. Нейросеть это не интеллект, ей нужен запрос. И как раз-таки формулировка запроса, вот это уже то, что исходит от дизайнера и от иллюстратора. Потому что кроме того, что мы можем рисовать, собирать классные шаблоны, концепты, придумывать идеи, в первую очередь мы должны придумывать идеи сами, потому что нейросеть может дать толчок, но только профессионал сможет вывести это на хороший результат, на качественный уровень. А с дизайном так вообще. Ну, конечно, есть даже сейчас нейросеть, которая собирает сайты. Но с другой стороны, есть же та же самая тильда. Как бы базовые шаблоны там есть, этим могут пользоваться разные люди. Ну, пожалуйста. Это же здорово. По-моему, я не боюсь работать. Дай пять, я тоже не боюсь. Интегрированная ресети. И напоследок, для подписчиков и лично для себя я хотела бы попросить у тебя поделиться парочкой промтов на буквы, которые тебе не жалко. Чтобы люди тоже попробовали покрутить этот подход. Ну, понятно, что с одной стороны жалко. Ну, вот самый какой-нибудь нежалкий запрос. Покажи, чтобы, ну, не знаю, вдохновить людей делать что-то тоже свое, что-то новое, что-то прям потрясающее не только автора, но и аудиторию. надеешься? Да, проблем на самом деле. Это, конечно, немного личное, от сердца отрываю, но с другой стороны, это же просто описание картинки, которую точно так же может собрать любой человек. Давай я тебе его просто расшарю, и ты выведешь вот на экран. Да, конечно, класс, спасибо. Ну, в принципе, я думаю, что у нас с тобой такой разговор зеркало с зеркалом, потому что мы с самого начала появления Меджорни постоянно это обсуждаем, постоянно ведем дискуссии с бокальщиком вина, куда нас все это привезет, что мы делаем, так что, наверное, для подписчиков особых открытий не было, но мне было интересно поделиться твоим мнением как дизайнера, а не иллюстратора, потому что это разные точки зрения и проекты, которые мы делаем, абсолютно разные, то есть мои картинки, в линейной графике и вот эти твои потрясающие объемные буквы. Это совершенно разные проекты. В прошлом один и тот же человек не мог бы сделать и то, и другое, а сейчас, по факту, я думаю, что человек с хорошей насмотренностью, хорошей базой знаний имеет намного больший спектр возможностей, чем когда-то, и вот это меня зажигает, и мне нравится, что тебя зажигает это тоже. Да, ну, я еще раз подчеркну, что важно как раз концепция, а для того, чтобы была концепция, нужна насмотренность, потому что придумать что-то новое, классное, оригинальное может как раз только профессионал, только мастер, только тот, кто обладает нужной базой знаний, потому что очевидные решения, да, они на поверхности и для людей тоже, и для нейросетей. А вот что-то сложное здесь как раз нейросети уже проигрывают, потому что для этого нужно им или помочь, или это уже задача дизайнера и иллюстратора в частности, потому что какие-то вещи все-таки остаются. Как правило, самое классное, самое сочное, это все-таки авторское. Да, полностью поддерживаю. Спасибо огромное, что заглянула ко мне на канал. Если тебе не лень, то заглядывай в комментарии под видео, отвечай на наши беседы, потому что у нас здесь очень уютно, классно, и я думаю, что все мы будем рады видеть тебя среди тех, кто обсуждает тему нейросетей. Ну и спасибо еще раз, что заглянула. Тебе спасибо, что позвала, очень рада была пообщаться. Надеюсь, мы увидимся с Лизой еще не раз на моем канале с новостями из мира дизайна. Тем временем я готова для вас кое-что интересненькое по нейросетям, но пока не буду спойлерить. На этом у меня все. Не забудьте поддержать канал своими лайками и комментариями и любым из других описанных ниже способов. А я с вами прощаюсь. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok